Это битва дизайнеров. Здесь создают крутые интерьеры в боевых условиях. Горящие сроки. Просто присверли и повесь. Минимальный бюджет. Максимально креативные участники. Такой вот комната выглядит идеально. Мы объявили турнир. Нас ждут четвертьфиналы с новыми дизайнерами. Вот у вас тут конкуренция, конечно. Самые крутые участники этих выпусков встретятся в полуфиналах. Я выберу. Мы выбираем. И в завершении года грандиозное сражение за место ведущего битвы дизайнеров. Пока я не вижу конкурентов. Начинаем второй четвертьфинал. Привет, Алексей. Привет. Ты что-то прямо здесь такой нарядный, блестящий. Кто-то звездной пыли с тебя собрал. Пять программ как участник. Шесть как ведущий. И пока что я не вижу конкурентов. Посмотрим, что сегодня. Может быть, кто-то удивит. Я напоминаю, что у нас сейчас второй четвертьфинал. Предлагаю познакомиться с нашими дизайнерами. Меня зовут Бессонова Юля. Мне 25 лет. Сейчас у меня небольшая студия в Санкт-Петербурге. Хочу выиграть сначала бокс, потом квартиру, потом проект. Меня зовут Умит Хан. Мне 24 года. Для участия в шоу я прилетел из Казани. По образованию я архитектор, но занимаюсь дизайном интерьеров. Я люблю побеждать и люблю это ощущение. Меня зовут Ксения. Я дальневосточный дизайнер, родом из маленького города на Амуре. Город Благовещен. Можно сказать, что для меня это какой-то челлендж. Я надеюсь, что я никого не разочарую. Светлана – это наш старый добрый участник. Меня зовут Светлана Галикова, Москва. Дизайнер и стилист имиджмейкер. И считаю, что энергетика человека, пространство и вселенная взаимосвязаны. Давно у нас эзотерики не было. Чья энергетика вам нравится больше, моя или вот этого мужчины? Извини, Валентин, но Алексея энергетика меня покорила два года назад еще. Ладно, ладно. И у нас есть еще один дизайнер. Меня зовут Куроптик Александр. Я живу и работаю в Карелии, и приехал вам показать свой крутой карельский дизайн. Сюда пришел сделать то, что твои заказчики никогда тебе не закажут. Сегодня мы будем строить для очень спортивной семьи для Надежды и Сергея. Здравствуйте. Привет, Валентин. Надежда. Привет, Сергей. Привет. Мы тренера. Я преподаю кикбоксинг. У нас тэквондо. Я чемпионка мира по тэквондо, чемпионка Европы, многократная чемпионка России. Так, это моя медальная стена. Вот медаль за чемпионаты Европы. Скажи привет. О! До появления ребенка мы любили путешествовать, ездить на машине, ну, не быть привязанным к одному месту. Мы могли себе позволить уехать куда-нибудь в горы, там покататься вдоволь. Если взрослому, допустим, в машине еще более или менее как-то можно стерпеть дорогу, то, например, ребенку... Просидеть на одном месте ему, конечно, тяжело. Впервые в нашей программе настоящие семейные разборки. В общем, Лазар, если сделаем ремонт плохо, ты виноват. Ребята любят путешествовать, мы делаем дом на колесах. В нем должно быть два спальных места для взрослых и одно детское спальное место. Итак, у вас есть 6 часов 20 тысяч рублей. Поехали! За бесплатные материалы, раскиданные по павильону, началась битва. А я ведь на этот гамак глаз положил. А я же рук положила. Что можно купить на 20 тысяч? Ничего. У нас произошел микроконфликт. Саша, это мне привезли вот эту веревку. Где мои 20 метров? Валя предложил соревнования. Ну, соревнования так соревнования. Раз, два, три. Биотуалет. Да, конечно. Прикрой меня. Ребят, камеру отключите. Единственным человеком, у которого Света ничего не одолжила, оказалась Юля. Возможно, потому что брать у нее было нечего. Я делаю раковину. Это что это такое? Это просто самодельные вещи. Извините. Ноу-мани, ноу-хани. А это кто тут уже наделал? Это смеситель. Это смеситель, в общем, ребят. А это вот вентилечки. Один, судя по всему, и второй. У Ксюши подход был посерьезнее. Так хочется ярких красок. Персиковый оттенок и мятный. Ляпота. Ярковато, на мой взгляд, получилось. И рейки вот. Но бюджет-то у нас речный. А может быть, с этими рейками я стану ведущей? Идея с рейками уже не совсем актуальна. Домой хочу плакать. Саша, в отличие от Ксюши, плакать не хотел. Ну, я же приехал кайфануть. В его комнате очень быстро закатали стены серым и начали строить странную деревянную конструкцию. Будем вырезать из фанеры отверстия и будем делать нары трансформируемые в скамейке. Дизайном я занимаюсь уже 7 лет уже, наверное. Саш, мой сосед, он со своей карельской темой. Такое обилие дерева меня это настораживает. Ты в тюрьме сидел? Нет. Это гонита нары, нет? Почему нары? Я сделал упор на форму и на функцию. А где ребенок будет спать? Наверху здесь такая же конструкция. Хорошо, а кухонька где будет? Чего все на улице? На улице пускай на песке ест. Между красотой и уютом я все-таки выберу функционал, потому что времени не хватает. Спустя 3 часа самые большие проблемы были у Умитхана. Он такой тонкий, деликатный. Но ремонт от чего-то не шел. Что-то мне подсказывает, что он сегодня не успеет, потому что мужики его не слушают. Мои рабочие куда-то все время убегают. То это обед, то это перекус. И я уже начинаю нервничать. Я не могу найти строительство. Как быть пожестче? Нужно просто громко кричать. Можно мне двух строителей сюда? Валентин, я видела, ребята кушать пошли. Я когда чай пила, с тортиком. Они кушают. Сходи к ним в кухню и скажи, ребята, я из-за вас проиграю. Иди, нормально, сделаем мужика. Настойчиво выражать и требовать что-то я пока не научился. Когда мы вернемся к работе? Мне кажется, офигенно. Писать зеленый цвет, а здесь будет пол. Главное, что унитаз настоящий. Я подумала, что все. До свидания. Ну все, мне кажется, я проиграю. Светлана уже доделывала стены. Мы сейчас быстренько все сделаем и пойдем пить кофу. А это мягкая ткань. Это очень благородно, это дорого, это по-женски. Ксюша вообще занималась декором. Это будет изображение самих главных героев. Не забываем про то, что у нас есть автомобильные номера. Да, вот так. Классно. Намек на полулофт, который уже вообще вот такой заезженный вариант. А у Митхан только приступал к стройке. Появились окно, зону уборной, МДФ на стенах. Долго держать, все. Но главной фишкой стал эркер. Эта часть, она получается над кабиной. Да, над кабиной. Делай. Когда смотрел по телевизору, думал, ну как можно не успеть за 6 часов? Думал, что я бы и один справился, а тут втроем не успеваем. Ранее в битве дизайнеров. Пять дизайнеров делают домик на колесах для наших героев Сергея и Надежды, которые очень любят путешествовать. Обязательное условие – наличие спальных мест. А кто не справится, сам виноват. У наших спортивных героев рука тяжелая. Такое в нашей программе я вижу впервые. С инструкцией не разберешься. У Ксении, как и у Светланы, кровать откидывалась от стены. Ну смотрите, она правда держится. И матрас очень мягкий. Самый главный трабл у меня был с кроватью. Она, конечно, получилась, но не такой, как хотелось бы. Вот они как решили этот вопрос. Я думаю, хитрый, как, что они сделали? У Ксении, у Светланы и у меня идея трансформеров. Да все, наверное, две, хватит. Здесь еще добавится сейчас ножка. Дизайнеры, через 30 минут я опускаю ворота. Все, никаких поблажек не будет. Времечко-то поджимает. Забегали, а что делать? Андрей, у нас 30 минут. Не успеваю много сделать декора еще. О, красота. Пока Саша проповедовал декоративный аскетизм, Светлана тонула в роскоши. Да просто присверли и повесь. Декора было много. Картину повесили. Это было мое конкурентное преимущество. Шляпу повесить. Такое ощущение, что это была лавка барахольщика. Лампа. Благоустройством занимаюсь. Довожу до идеала. Концепт кемпинга. Как будто эта семья приехала со своим трейлером. Мало что успел. Встаю и думаю, что делать дальше. Самая любимая часть работы. И я такой кайф получаю. У меня все готово. Шесть часов пролетели, как один миг. Прямо сейчас домики на колесах будут оценивать судьи. Прокатит ли креатив наших участников? Это решат главный дизайнер программы Алексей Лазар, наши спортивные герои Надежда и Сергей, а также приглашенная звезда. Сегодня на битве дизайнеров участник проекта «Танцы». Звезда клипа «Уно» от группы «Литл Биг» Дмитрий Красилов. Дима, Сергей. Надежда. Очень приятно. Юля, они идут в твою комнату. Переживаешь? Да, очень. О-о-о! Моя любимая история. Раковина, ребят. Но концепт, согласен. Кстати, не все разместили уборную у себя в комнатах, ребят. В плане комфорта здесь все, что нужно. Слушайте, здесь довольно удобно. Это неплохо смотрится в этом интерьере. Да. Со звездами вот этими. Обламывает историю с тем, что много надписей, но не реализовано. Но здесь прям очень сильно просто. Я очень люблю зеленый цвет, но вот здесь оттенок зеленого цвета, он не очень комфортный. Если к этому привыкнуть, то ничего. Итак, следующий интерьер. О-о-о! Ну вот. Это я! Очень круто. Смотри, ты подкупила. Нравятся цвета. Здесь цвета поинтереснее. Я надеюсь, без травм будет. А можно я сделаю вид, что меня здесь не было и вот с этой стороны? Полноценная кровать. Браво! Нравится действительно функциональность, допустим, то, что можно кровать взять, поднять. Если честно, меня немного укачивает. Все, пацан подустал. Вот такой вот комната выглядит идеальной. Но если раскладывать кровать, ребята, ну это капец просто. Пойдем дальше. Все, следующий кто у нас? Третий я. Ты. У нас уже есть экстерьер перед домом на колесах. Миленько. Ох ты. Это целый шкаф, в котором вполне может было быть еще туалет. Поругались, сможем. В темношку. Куда выйдем? В туалет? Да, да, да. Здесь офигенное окно. Типа трансформера. Это говорит о нестандартности мыслях дизайнеров. Я единственное не понимаю, зачем в окне спальное место. Слушай, мне кажется, здесь может сидеть ребенок, смотреть в окошко. Купешечка плацкарки, который наш вариант. Раз, ножка быстренько. Раз. Ага. И будет мягенько. Но мне это превращение больше нравится, чем предыдущее. Мне довольно круто, что нравится. Знаете, это приятные цвета. По-деревенски выглядит. Мне нравится здесь уютно. Здорово. Класс. Слушай, здесь очень необычно. Но очень много деталей. Это максимальный пылесборник. Мне нравится, что здесь есть биотуалет. Но здесь больше декора, чем дизайна. Мне здесь почему-то не уютно. Сейчас самое интересное, как они будут раскладывать кровать и куда денут весь твой декор. Вот мне уже не нравится интерьер. Слишком много движений. Какую барахолку посещал наш дизайнер. На самом деле, вот так мне нравится намного больше. Ой-ой-ой. Он живой, а там нет парень-то? Это первая кровать, которая мне понравилась. Вроде как уютная. Мне вот нравится по ощущениям. Но с точки зрения, конечно, практичности очень слабовая там. Вау-вау. Это интересно. Я увидел вверх, и я прям обрадовался. Думаю, господи, это красота. А потом смотрю, нет, мы на нарок. Я же тебе говорил. Это хороший трансформер, Димон. Я стараюсь, подожди. Это очень сложно, но я стараюсь. Не может так раз, раз, дышать. Для него эта полоса препятствий. Поспать, посидеть классно. Но нет никаких тумбочек, шкафчиков нет. Кухни нет. У тебя было пять квадратных метров, а ты использовал два с половиной. Ну да. Побыла в первой комнате и в этой, и здесь, конечно, покомфортнее. Потолки, да, повыше. Есть бортик. Да, безопасность ребенка. Если поругаемся, будешь там спать. Какая-то вот недоработанная, недотянутая. Времени было мало, то есть. В смысле мало, ты посмотри. У всех было ровно. Ну согласен. Почти больше шести часов. Настало время принимать решение. Чей домик на колесах помчит в следующий тур? Кто останется на обочине? Только три участника смогут продолжить креативную битву. Мне очень понравились все комнаты. В первой комнате, на самом деле, очень интересная задумка с кроватью. Очень здорово. Там ни кухни, получилось ничего. Получилось, что сделал акцент на спальные места и там не доработал. Вот как раз функционал по санузлу, раковине и кухне там. Юля, вот почему не успели доделать больше интерьера? Ну, делали в основном акцент не на декор, а именно на идею, на функциональность. Мы выбирали между двумя дизайнерами. Это Ксюша и Умитхан. Но мы решили, что ремонт в нашей квартире будет делать Умитхан. Ну что, какие у тебя эмоции? Ну, конечно, я рад. Говорю, даю привет своей жене. Как зовут жену? Руфина. Руфина, тебе привет от победителя. Молодец, я тебя поздравляю. Спасибо. Что я сегодня увидел, это прям капец. По первой комнате. Я в душе ребенок, мне показалось, что это детским садом, и это прям мое. Вторая комната, цвета. Просто моя любовь. Свет, максимально не моя история. Саш, одну досточку, вторую досточку, третью досточку. На четвертой, ты понимаешь, я могу и на полу поспать. Первая и вторая комната. Девчонки, вы очень крутые. Ксюш, ты даже сделала место для домового, которое просто меня подкупило. Поэтому, Ксюш, я выбираю тебя. Спасибо. Я в шоке, я собрала чмоданчик, уже домой. Все, спасибо. Мне кажется, что сегодня была битва конструкторов, а не дизайнеров. Потому что дизайна было мало. Я выберу старый дилежанс. По функциональности, ну, плохо раскрыта идея, но мне там уютно. Я рада. Ай, благодарю. Спасибо. Ты прям на опыте. Мне дали еще один шанс. Я этим воспользуюсь. С удовольствием, мы все на это посмотрим. Саша, слабо. На самом деле, вот смотри, нашей героине понравилось в местах, что там можно выспаться. Все остальное недореализовано. Сань, ну, я болел за тебя. Ну, что делать? Очень приятно было поучаствовать. Не хватило немножко, может быть, времени чего-то додумать. Битвы дизайнеров. Мне хочется сказать, ну, развивайтесь, ищите новые таланты. Дизайнер должен реализовывать и показывать свои идеи, а не только написать на стенки и сказать, вот здесь это, вот здесь это. Это как-то, ну, совсем по-студенчески. Спасибо за участие. Спасибо. Очень расстроилась, если честно. Придешь к нам еще раз? Нет. Похоже, один раз. Мы расстаемся с Александром из Карелии и Юлией из Питера. Тут хотелось какого-то конкурса, в чем-то поучаствовать, это всегда очень интересно. Светлана, Ксения и Умитхан проходят в следующий тур. Они будут превращать жилища Сергея и Надежды в модную квартиру. А вот как она выглядит сейчас. О, здравствуйте. Все очень плохо и требуют ремонта гостиная, спальня ребят и комната для ребенка. Это у нас гостиный зал. Здесь у нас как раз и игровая. Да, и игровая. Все отлично вписывается, входит. Проходная комната, да, получается. Зал и игральная. Это вот главный член семьи, которому не хватает своей комнаты. А это Дэйзи, это и собака, и кошечка. Два в одном. Бойцовская. Это на полу ковролин, что ли? А здесь мои вещи хранятся. В спальне у нас больше в степени Сергея вещи хранятся. Вообще не нравится ничего в этой комнате. Ну ковролин это живут, с цветочками. Эта комната, в общем, в принципе, застала перестройку вождя. В этой комнате настолько все плохо, что мы сюда даже, в принципе, не заходим. Перестройка в ковер. Обожаю. Ковер на стене. Вместо люстры у нас вот чудный проводок торчит. А вот нам в таком состоянии на все это досталось. Ну прям убитая квартира. Квартира комната, гардеробная практически. Здесь мы хотим сделать спальню свою, потому что комната большая, место будет побольше. Конечно, квартира героям не подходит, надо явно что-то переделывать, молодежность. В нашей спальне в этой мы бы хотели сделать детскую комнату. Пока Дема спит с нами, кроватку, его здесь вообще нет места поставить. Детскую определенно надо другую. Маленькая комнатка. Дизайнеры будут выбирать комнаты для ремонта. Первым это делает победитель предыдущего этапа Умитхан. Далее с фронтом работ определится Ксения. Ну а Светлана получит оставшуюся комнату. На первом этапе сейчас не хочу сильно заморачиваться с функционалом. Возьму попроще себе миссию и сделаю гостиную. Мне осталась детская комната либо спальня. Я думаю, что я выберу детскую. Хочу поработать детская для малыша. Ну а Светлана, мне кажется, сделает идеальную спальню для наших хозяев. Ну да, вы и нам на боксе показали такую уютную мягкую спальню. То, что мне досталось, я довольна. Все довольны? Ура! Пока дизайнеры готовят проекты, выполняем черновые работы. Ровняем стены и прокладываем новую проводку. Трехжильный медный кабель с хорошей изоляцией. Окна выходят на юг. Когда я пришла в комнату, я сразу смотрю ориентацию квартиры. Ребята будут спать головой на восток. В квартире вообще энергия стояла. То есть откуда с востока начинается энергия? Других дизайнеров вопросы квартирной энергетики волновали меньше. Они общались о низких материях. Проходная у меня комната и общая дверь. Я предлагаю нам с тобой выбрать одну дверь, чтобы она подходила и тебе в интерьер, и ко мне. Меня не смущает, что комната проходная, потому что, наоборот, это можно даже дополнительно как-то использовать. Быстрее всех к отделке приступила Ксения. На этой стене крифельная краска. Мне это осталось детское. Восемь квадратов. Ого, вот этот цвет! У меня эта стена будет темно-серой. Так вроде нормально. Мне нравится. У меня заложена идея гармонии контрастных цветов. Белого и черного. Это просто база. Тем временем в соседней комнате наконец-то начались неприятности. Нам нужно опустить вывод. О, боже! Нет! Раз, два, три! Это вы что, из моей комнаты провода тачили? Да! Проводка на месте. Можно клеить фотообои. Что вы все выстроили? От моей красоты? А вот в комнате Светланы пока все те же отшпаклеванные стены. Красота здесь будет энергетической. Мы все покрываем гашу наизости. А это как блинчики мы готовим, да? Так посыпали, помешали. Света интересна. У нее там свои какие-то магические, эзотерические вещи. Гашу наизристь обезопасивает наших хозяев от электромагнитного излучения. О, великолепно! Похожий прием дизайнер использовала и в прошлый раз. И это были не все старые фишки. Дим! А углы ты чего не скруглили? Забыл? Идеи Светланы какие-то сумасшедшие. Энергия от угла бьет на присутствующих. Если в вашей квартире срублены углы, я знаю, кто ваш дизайн. Гашу наизи, сделаем на всех палатках? Мне кажется, да. Слава богу, что мы это не сделали, потому что инженерная доска просто не клеится. В отличие от обычного ламината, инженерная доска, которую мы укладываем во всех комнатах, клеится прямо на стяжку. Полы положили, стены покрасили. У Ксении полы теплопесочного оттенка, у Митхана сероватые, а Светлана выбрала темно-вишневый паркет. У меня тоже уже заканчивают полы. Прошу обратить внимание на орнамент. Вау! Это цветок жизни. Это такой сакральный рисунок. Чтобы добиться такого узора, Светлана изрядно заморочилась. Я взяла часть пола и отнесла в лазерную мастерскую. Нам нужно сделать цветок жизни. Размер натуральный был? Да, размер здесь указан. Кусок помещают в станок и делают по заданному рисунку этот орнамент. Цветок. Мы покроем золотом. И затем шпателем, золотой краской. Все это я затерла. Круг – это как символ неба, символ Вселенной и символ всего космоса. Проходя через этот рисунок, человек гармонизируется. Отделка в комнате у Митхана была практически закончена. Ну, наконец-то прям дело пошло. И пол положили. Бревно мое привезли. Бревно мы заказывали из Краснодара. Оно там на берегу моря, омывалось его волнами. Я думал, оно будет гораздо тоньше. Как бы и неподъемное. Я планировал тонкую, изящную веточку. Приехал вот такое бревно. Два с половиной метра. Но мы ее укоротим. Ну что, помочь? Теперь я. Такая вот дробина, которую тут все пилили. Ура! Размер был подходящий, но, как мы знаем, это не самое главное. Какое-то блеклое бревно. Мне кажется, его надо кое-где обжечь. Определенно, жизнь на первом этаже имеет преимущество. Давайте на асфальт. Необходимо добавить контрастности сучкам. Я на этом проекте научился всему, что должен уметь. Мужчина, как принято считать. Приеду домой, приведу квартиру в порядок. Я правильно понимаю, ты хочешь бревно прибить на потолок? Да. Подвесить на трос. Пока у Митхана сверлили потолок, в соседней комнате собирались бурить стену. Нам нужно укрепиться, чтобы здесь не только ребенок висел, а родители в голове взяли, повесили, и все будет хорошо. Я волнуюсь за все. Начинаем крепить шведскую стенку. У нас есть здесь в команде спец, которая всегда делает дыры в перекрытиях. Ну смотри, что-то летит в меня. Просто куски бетона мне летят в спину. Ксюша! До дырки Свете просверлила не я. Там не я. О, блин! Это было страшно. Я думала, сейчас следом эта стена вместе с дырами упадет ко мне в комнату. Раз. Все! В конце дня во всех комнатах устанавливаем натяжные потолки. Специальный теневой профиль позволяет обойтись без использования резиновой прокладки по периметру. У Светланы потолки парящие. Все благодаря светодиодной ленте, закрепленной в специальном профиле. Ну, красиво! Ой, мне очень нравится вот стома. Предлагаю приклеить ко мне. И кусочек ко мне на дверь. В спальне отделка близится к концу. Бесшовные обои с абстрактным рисунком в технике флюид-арт художника Александра Бурятова клеим напротив будущей кровати. В основе флизелиновое полотно, обои влагостойкие и сделаны из натуральных материалов. Фрисочка класс! Цветовая палитра этих обоев вдохновила меня на создание всего интерьера. Тело человека впитывает цвета за счет направления сторон света. Именно поэтому я выбрала желтый и голубой. Такая вселенная сотворения мира. Не знаю, правда, зайдет эта идея героям нашего или нет. Они у нас такие достаточно жесткие. Нравится, как сочетается с обоями, которые тоже золотишко. Умитхан не хотел чужих работ на стенах. Он хотел творить сам. Я вычерчиваю круг радиусом 70 сантиметров. Будет монохромная живопись. Мне нравится, когда дизайнер делает что-то своими руками. Не скажу, что я прям художник-профессионал, но для интерьера этого достаточно. Ну, по-моему, все. Я за любую живую энергию, которая находится в интерьере. Вандал. Я доволен, только дырками недоволен. Я их сейчас замажу. Но на 2D художеств дизайнеру показалось мало. Он хотел творить в пространстве. Приехала параметричная стена. Вот такая штука в итоге получится. А они у нас не подписаны, что ли? Просто все поменяли местами. И нам придется просто по внешнему виду искать. Вот это поворот! Собрать 24 детали в нужном порядке без шпаргалок. Вот эти две не отсюда. Начали крепить детали чуть ли не задом наперед. У нас идет процесс крепления параметричной стены. Здесь у нас розетки под телевизор. Завершаем композицию шиной с поворотными светильниками. Необычно что-то такое от Заха ходит. Очень красиво. Это классно. Но насколько она практична, на ней будет осаждаться пыль, и ее надо будет вытирать. Ух ты! Уже второе окно собрали! Проделась идея разместить спальное место на чердаке, на втором этаже. Мне нравится. Я сам вот такое мечтал. А тут вот так родитель висит, сказки читает, подтягивается. Спать двухлетнему ребенку на втором этаже – это ненормально. Во всех комнатах устанавливаем двери. По всей квартире цвет Манхэттен. У Митханы и Ксении одностворчатые. У Светланы – распашные серии 25ю. Я заказала максимально высокую дверь. Мне вырезали проем больше. И сделали дверь практически до самого потолка. Дверь я сделала двустворчатую, распашную, вовнутрь помещения, для того, чтобы энергия заходила в пространство. Но энергия от чего-то не шла. Проблемы стали наваливаться на Светлану одна за другой. Зеркала-то не на обои клеятся. Ломать не строили. Зеркало 28 сантиметров. Как можно было взять, вырезать с одной стороны 28 сантиметров, с другой стороны 40? Это капец. Что это? Я не понимаю. Я хоть и не пью, но думаю, придется начинать. Что-то все происходит. Я думаю, что-то все мешает. Ага. Разбит. Чего? И что, разбили люстру? Мне досталась комната сущности. К счастью, Светлана знала способы, как побороть зло. Вот этими палочками Светлана проверила, что там какой-то блок энергии. Вот этот деструктив чувствовался. Есть вот такой мрамор с специальной пометкой. Это нужно приклеивать на сам стол. Поэтому нужно в туалете зарыть какие-то мраморные кубики. И блокируем. Надо поставить мне на середину стока. Я заблокировала стоки мрамором. И это отпустило. У нас тайминг. А она вот с вот этой энергией в туалет. После ритуала проблемы вдруг стали легко разрешаться. В нишу установили маленький шкаф, приклеили зеркала и начали собирать кровать. Тем временем в комнате у Митхана закрепили бревно и привезли водно-пузырьковую трубу. Такая прям морская тема. Это вода в зоне воды. Она в правильном месте находится. Вообще его можно использовать как увлажнитель. Если не закрывать крышку, то вода будет постепенно испаряться и увлажнять помещение. Мне напомнил детскую поликлинику. В такой вот столб ставят, там рыбка болтает. Ксюш, рыбка оставлять или нет? Вы думаете, что настоящая? Такие, у нас рыбки! Конечно, к интерьеру это совсем не вяжется, но ребенка порадовать надо. Времени мало, а работы очень много. Здесь два стеллажа для кубков у меня. Я подсветил дополнительно каждую полку, чтобы выделить их медаль. В своем проекте я использовал вот такие замечательные выключатели и розетки. Для серии Е2 характерен лаконичный дизайн и идеальная геометрия форм. Недаром она удостоена трех самых престижных международных премий в области дизайна. Ксения была на финишной прямой. Подход к Ксении заключается в том, чтобы гармонично подобрать мебель от производителей. Помимо большого шкафа появился шкаф поменьше. Сейчас я какую-то тулю. Под кроватное пространство. На первом уровне можно поставить какой-то пуф в столик. Пуф с ушами. Не уходи! Супер! А вот и столик. Я бы спала на такой подушке. Это как сказки. Вот эти вот открываются створки, и бабушка начинает рассказывать какую-нибудь сказку. Оставалось повесить шторы. Так красиво. О, Митфан. Сразу уютно, да. Спасибо тебе большое. Ну и, наконец, расписать грифельную доску и поставить вигвам. Супер! Я готова встречать нашего хозяина этой комнаты. Я надеюсь, что ему понравится. На будущий проект я бы Ксении посоветовал больше эксперимента какого-то. Я была в цейтноте. Блин! Давай, пока. Вешали одновременно текстиль. Текстиль, который будет отделять спальную зону от шкафов. Одновременно вешали консоль, зеркало, картину. Потом уже декор. Королевский цветок лилия. Великолепные светильники. Светлана доделывала мелкие штрихи, а у Митфан крупные. Приехал к дивану. Мягко. Камин, наконец-таки. Биокамин. Но в условиях квартиры это лучший выход. Если бы я выбирал интерьер именно для себя, я бы выбрал свой интерьер. Остаются последние детали. Помните, когда мы сюда заходили, на стене как бы сел ковер? Вот мы обновили, сделали апгрейд. Браво! Благодарю. Наставляем закреститься. У Митхана ковер тоже клали в последний момент. Половина ковра должна быть черной и белой. И с ним возникла проблемка. И у меня комната рассекается цветовой линией, которую нельзя перекрывать. Поэтому мне пришлось резать ковер. Что-то я не подумал, что оно будет так облазить. Край нужно проходить оверлоком или какой-то тесьмой. У нас, соответственно, это не было. И мы просто сидели и жигали ковер. Вот он, самый волнительный момент битвы дизайнеров. Хозяева, а также ведущие программы оценят свеженький ремонт. Как выглядела квартира раньше? Все очень плохо. В этой комнате все было так печально, что Сергей и Надежда сюда даже не заходили. В гостиной, оформленной в коричневых тонах, гордо лежал ковролин. Единственное светлое пятно в спальне – подсветка кровати, сделанная собственноручно Сергеем. Прямо сейчас мы увидим реакцию хозяев на новый дизайн квартиры. Вау, блин, дверь вообще класс. Цвета вообще очень крутые. Картина наша, ничего себе. Блин, кровать обалденная. Супер удобная. Я тоже попробую. Мне кажется, прям все идеально. Мне очень комната нравится, как спальня. Здесь очень классно отдыхать будет. Прямо расслабляться. Дома. Хотя не всегда получится расслабиться, если здесь будет этот барабанчик. Впервые в истории проекта у хозяев возникли проблемы с поиском минусов интерьера. Я не знаю, мне все нравится. Ты вспомни, что тут было. Как это? Да хватит барабанчик. Наверное, в первую очередь мне нравится вот этот вот аксессуар. Аксессуар. У ведущих проекта поиск косяков пошел гораздо быстрее. Главный минус этой комнаты, то, что полка, консоль, она, во-первых, в неудачном месте. Как майкап-то накладывает, да? Вот так, боком все, чуть-чуть и нормально. Хорошая история старомосковских квартирах, закругленные углы. Мне нравится. Это все история про вас. Посмотри, она везде скруглила углы. Эта энергия ходит по кругу. О, мне нравится вот эта история. Лазерная резка. Да. Ты должен прямо отсюда благоухать энергию. Здесь красивые детали. Все сделано с учетом нынешних трендов, но здесь нету фишки. Мне это напоминает мебельный магазин. Мне хочется добавить больше сумасшедших дизайнеров в нашу интерьеру. То есть мы стали делать хорошо, и знаешь, это становится пресновато, честно. У Митхана фишек было больше. Оставалось узнать, как на них отреагируют Сергей и Надя. Так, это самое волнительное. Вау-вау-вау. Сразу в глаза бросается это бревно. Мне кажется, это бревно хорошо сочетается, наверное, вот с этой стеной. Смотри, да? Место для наград. Вот у меня слов не находится. Ребят, я не настолько, конечно, тупой. В голову получал много. Первым в замешательство ребят привел шкаф. Ну-ка, попробуй толкнуть его. Я его толкнула. А, посильнее. Я просто... У меня такого шкафа просто никогда не было. С тех пор Надежда уже была настроена критично. Ты представляешь, что у нас в гостиной камин теперь есть, да? Да, главное, чтобы теперь при ребенке его, да, не включать. Очень крутая вот эта водяная труба. Блин, очень завораживает, да? Да. Очень круто, да. Выключить свет и оставить столько вот эту трубу. И еще включить камин. Идеально. И напоследок строгое слово матери. Из минусов, конечно, вот эти камушки, которые не дают покоя просто ребенку, что он везде их разбрасывает. Поймут ли Валя и Лазар все опасения молодой мамы? Дизайн? Есть, есть. Тут сразу видно, что работал архитектор. Посмотри на эту стену. Это прям акцентная стена. Здесь просто стихи. Вода, огонь. Это явно воздух. Мне здесь все нравится, кроме, конечно, это она реально живая рыбка, нет? Это пластиковые рыбки, которые как живые, они плавают. Камин круто, но бесполезен. С учетом того, что здесь живет маленький ребенок, это крайне небезопасно. С точки зрения цветовой палитры все случилось. Ну, слушайте, не напоминаю здесь ничего, дом 2. Деревья, бревна, огонь, люди вокруг ходят, обсуждают что-то. Опа! Вау! Смотри, какой домик! Блин, здесь все поместилось в этой небольшой комнате. Дизайнер молодец. После того, как первые восторги отзвучали, мы попытались выяснить мнение двухлетнего Демы. Смотри, шведская стена. Опа! Подтягивайся, раз. Такой вредный парень, а. Дем, смотри, тут стена для рисования. Смотри, милочки, давай. Попробуй залезть на кроватку, Дем. Посмотри, как ты будешь спать в своей новой кроватке. Дем! Ты этого хотел. К сожалению, кроме стены с мелками, Дему ничего не заинтересовало. Раз Демик не хочет, проверю. В любом случае, мне с ним придется иногда здесь лежать, укладывать его. Слушай, очень классно. Мне в этой комнате нравится просто все. Ну, единственное, наверное, что я бы сюда не ставил, наверное, это вот этот вот беглам. Он, конечно, для ребенка, наверное, очень здоровский. Но, да, он просто занимает места много. Беглам, все классно. Смотри, какие кольца. У Алексея Лазара восторгов было поменьше. Какая продуманная, хорошая кровать двухэтажная. Не хватает какого-то мягкого места. Вот он. Ребенку два года, он вот так. Валя, ну, у меня ребенку три года. Мне кажется, ты придираешься. Посмотри место для хранения. Смотри, какой шкаф классный. Отличный шкаф. Казалось, Валентину Коробкову удалось отстоять интерьер. Здесь есть все, что должно быть в детской комнате. Но я здесь дизайнерских идей не вижу. А я вижу. Сочетание цветов тебе нравится? Сочетание цветов, да. Полет дизайнерской мысли я здесь не вижу. Мы сейчас смотрим в соседнюю гостиную комнату. Тут есть дизайн, а здесь есть хороший ремонт. Настало время выбирать победителя второго четвертьфинала. Сергей и Надежда назовут имя своего фаворита. Алексей Лазар, главный дизайнер проекта, также огласит свой вердикт. Дизайн есть. Это не может не радовать. Все это после рекламы. Ранее в битве дизайнеров. У Митхан, Ксения и Светлана ремонтировали квартиру Сергея и Надежды. И сейчас мы узнаем, кто справился с задачей лучше остальных. Два дизайнера продолжат соревнования в полуфиналах. Третий участник выходит из игры. В первую очередь хотелось бы вас поблагодарить. Большое спасибо вам за вашу проделанную работу. Очень что понравилось в спальне, очень сильно понравились двери. Уютная комната, там именно хочется отдыхать. Спасибо. Я сразу видел на полу там интересный узор. Рисунок – это цветок жизни. Он символизирует гармонизацию пространства, чтобы вы себя чувствовали прекрасно и были всегда в ресурсе. Спасибо большое. Гостиная – это стиль. Нашли применение нашим наградам. Наконец-то, да. Причем достойное применение. Очень необычное вот это вот дерево. В комнате концепция четырех стихий – огонь, вода, земля, воздух. И я подумал, что вот это бревно могло бы олицетворять собой землю. Единственное, вот труба с водой, с этими маленькими камушками. Когда есть маленький ребенок, он эти все камушки оттуда достает, раскидывает по всей квартире. Касаемо детской. Сама по себе комната очень маленькая. А сейчас там и кровать, и все, что может быть у ребенка. Шалаш, конечно. Но вот он съедает все-таки тот небольшое просторное место. Поедете отдыхать? Можете взять его с собой, разбить ребенку. Шалаш. А вот это я не подумала. Вот это здорово. А я подумала. И, ребят, был очень сложный выбор. Мы выбирали между двумя комнатами. Между Светланой и Ксюшей. Мы выбираем... Мы выбираем Светлану. Да. Благодарю вас. Спасибо. Все фишечки Светланы помогли. На опыте просто залетела в следующий тур. Я волновалась очень. Будешь чем-то нас удивлять? Конечно, буду чем-то удивлять. Идеи громадье. Я рад, что ты с нами дальше. Спасибо. Мне очень приятно, что меня оценили. Коллеги, дизайн есть. И это не может не радовать. У кого-то он есть чуть больше, у кого-то он есть чуть меньше. У вас он больше. Вы проходите. Ну, у тебя был бесспорно лучший интерьер. Один из моих любимых, правда? Спасибо. Заказчикам, видимо, он недостаточно понравился. А ты сейчас сможешь это все выяснить. Но не советую, а не спортсмены. Я очень рад, что я прошел дальше. Я намерен показать на этапе боксов и на квартире еще несколько задумок, которые у меня есть. Я не успел их реализовать. Ксень, вообще не нужно расстраиваться, потому что ты реально сильный дизайнер. Просто у твоего коллеги дизайна было гораздо больше. Удачи тебе. Спасибо. А мне нравится, что ты не унываешь. И мне очень понравилась твоя детская. Я очень рада, что поплатила детскую, которая в итоге понравилась хозяевам. Это самое главное. И я буду болеть за своего коллегу дальше. За кого? За Митхан. За Митхан. Ксения покидает битву дизайнеров с чувством выполненного долга. Было интересно. И вот в этом всем повариться. И буду болеть, потому что очень интересно, что будет дальше. Светлана, чудом попавшая во второй этап соревнования, стала победительницей выпуска. Умитхан также прошел в полуфинал. В следующей программе встреча с новыми дизайнерами. Сегодня будет эксклюзивная роспись от Николая Харизонова. Аленушка. Я дерзкая. Им предстоит разруливать проблемы. Придется шить. Говорю, это выглядело интереснее. Креативить на ходу. Не слишком ли это просто? Что у меня получается? Вы что, учитель? Работать экстремально быстро. Чем умею, тем и работаю, как говорил мой дедушка. Битва дизайнеров продолжится уже через неделю.